Это первая подобная встреча в этом году. И вот ранее вы уже в комментариях говорили, что в принципе вся эта встреча связана не с переговорами по Украине, а с тем, чтобы у Запада была возможность поговорить с Путиным о ситуации в Сирии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы эту встречу оцениваете? Ну, она никакая, эта встреча. И мы же видели, что никаких решений принято не было. Разговор был тяжелым. То есть единственное достижение этой встречи – это факт ее проведения. И ничего другого в ней достигнуто не было. Меня несколько удивило, и я еще раз дополнительно восхитился злым гением Владимира Владимировича Путина, который главный его комментарий публичный по итогам этой встречи было, что он ставил вопросы гуманитарного характера по людям, живущим на территории ДНР и ЛНР. О пенсиях, о пособиях и так далее. То есть опять, значит, в их глазах выглядит героем, что вот Россия – это единственная, кто думает о их каждом дне, о том, как их кормить, как им вообще существовать, а вот все остальные злые, и Украина в первую очередь, соответственно, против этого. Ну а все-таки, если говорить об итогах? Так нету никаких итогов. Ну, то есть еще раз поговорили за эти самые минские соглашения. Там еще раз убедились в том, что они невыполнимы. Еще раз Украина сказала, что не в нас проблема, а в России, которая не идет навстречу и не может обеспечить вопросы безопасности. Россия еще раз сказала, что мы готовы идти по Минскому соглашению, пусть украинцы вносят поправку в Конституцию и организовывают там, соответственно, выборы. Меркель с Аланом еще раз перед своими СМИ сказали, что мы сделали все, что могли для того, чтобы установить мир. То есть все как бы при своих. Никаких новостей-то нет. Конечно, для Киева была самая интересная тема – это тема вооруженной миссии РСЭ. не совсем понятно. То есть эту тему обсуждали, ни к чему не пришли. Ну, я предполагаю, я, естественно, не присутствовал на том, что там происходило. Но как это обычно происходит, наверняка президент Порошенко поднял эту тему, раз он ее озвучил, а больше никто же не озвучивал эту тему в качестве результата. То есть ее озвучил Порошенко, сказал, что люди не возражали, и, типа, будут пилотные какие-то зоны. То есть, скорее всего, он эту тему пробросил, а в ответ, скорее всего, сказали, что, ну, если вот будет вот такая дорожная карта, то почему бы, в принципе, и не рассмотреть этот вопрос. Но это абсолютно не конкретно, потому что, что такое вооруженная миссия ОБСЕ? У ОБСЕ нет такого мандата. Нет войск ОБСЕ и так далее. Нет каких-то сформированных полицейских сил ОБСЕ. Потом вопрос о пилотных вот этих вот зон. А в чем смысл пилотных зон? Ну, то есть, либо это ты весь периметр соприкосновения контролируешь, да, либо ты ничего не контролируешь. Ты не можешь там поставить несколько вооруженных человек в отдельном селе. То есть, в этом смысле и сейчас миссия ОБСЕ, она эту же самую функцию выполняет. Они сидят за высоким забором, да, и там периодически оттуда выезжают, но пока они выезжают, никто не стреляет, да. Как только они уехали, тут, собственно, началась перестрелка. То есть, либо это полноценный миротворческий контингент, и эту мысль я, например, полностью поддерживаю. То, что там, если бы были нейтральные какие-то войска, которые бы организовали линию разграничения, то это было бы полезно. Но только кто может быть такими войсками? Это либо голубые краски ООН, А мы понимаем, что Россия будет блокировать на уровне ООН все подобные инициативы. И уж точно это надо обсуждать не в нормандском формате, потому что Германия тоже не является постоянным членом Совета безопасности. Украина не является постоянным членом Совета безопасности. То есть, это надо говорить, прежде всего, с англичанами и американцами, для того, чтобы подобная идея была принята. Но они не являются участниками, не являются сторонами нормандского формата. Можно ли говорить, что Путин все-таки во время этой встречи добился каких-то своих стратегических целей? Ну, например, есть мнение, что Порошенко уступил по итогам переговоров. В частности, украинская сторона согласилась на выбор на Донбасса без контроля за проблемным участком границы, с учетом того, что после проведения выборов на следующий день контроль таки восстановится. Ну, я не видел, где бы украинская сторона с этим согласилась. Все, что я слышал, и это абсолютно синхронно, то, что говорили все участники переговоров, что ни до чего не договорились, потому что украинская сторона настаивала, что сначала обеспечение безопасности, потом выборы. Об этом говорил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. То есть, такие заявления были. Вот в украинском изложении, и оно совпадает, насколько я могу судить, с изложением других людей, история такая, что там Путин говорил, вы законы-то примите о выборах, а потом вот безопасность, а потом выборы. Ну, типа вот вы закон примите раньше. Да, а, соответственно, украинская позиция была, что все-таки сначала безопасность, а потом закон. Я лично просто считаю, что вообще, в принципе, проводить выборы на этих территориях без контроля над этими территориями просто бессмысленно. То есть, там выборы начинаются с того, что на этой территории должен быть поднят украинский флаг. Пусть это будет, там, если это ваша рада, там, депутаты по той или иной причине уже, там, выполняя волю украинского народа решат, что надо предоставить им автономию, то, может быть, два флага, да, украинский флаг и, там, какой-то, соответственно, местный флаг, страшно подумать, какой, да, но в любом случае украинский флаг при этом должен присутствовать. Поэтому вот там все начинаться должно с этого, да, то есть есть суверенитет над этой территорией, да, он признается вот этими вот, там, товарищами Захарченко и Плотницким, что есть украинский суверенитет на территории. Если есть, можно начинать двигаться дальше, но все равно до выборов, от момента прекращения огня, мне кажется, должен пройти, там, как минимум год для того, чтобы ситуация успокоилась. Иначе это не выборы, а это профанация. Илья, что касательно военных преступлений России в Сирии, о которых якобы говорил Алант, Вы могли бы как-то, не знаю, объяснить, зачем Путину сейчас, в принципе, втягиваться вот этот сирийский конфликт снова и продолжать там военные действия? Ну, вся политика Путина, вот, всю жизнь его в офисе президента Российской Федерации может быть охарактеризована старой русской поговоркой «купи козу, продай козу». То есть он сначала создает проблему, а потом, да, там, откатывается на какую-то заранее приготовленную позицию. Вот, в Сирии, совершенно очевидно, Россия влезла не для того, чтобы урегулировать конфликт, а для того, чтобы создавать проблему, чтобы вокруг нее все прыгали и говорили о том, что там, что вам дать для того, чтобы вы оттуда ушли. То есть потому что такая же история, с моей точки зрения, была по Донбассу. Был расчет на то, что там будут говорить, вот, давайте урегулироваться, а Россия скажет, ну, хорошо, вы тогда признаете Крым, а мы, значит, уходим с этого самого Донбасса. Но это не сработало, потому что Украина оказалась недостаточно интересной для Запада, для того, чтобы западные страны были бы готовы торговаться. Сирия является более важной проблемой, она является более важной проблемой для американцев, в силу того, что это Ближний Восток, энергоносители, ну, и просто, поскольку американцы туда гораздо раньше влезли, и, соответственно, эта проблема актуализирована перед американскими избирателями, да, перед выборами. С другой стороны, есть проблема беженцев в Европе, что является, то есть, очень тяжелой проблемой, поэтому теперь там с Путиным вынуждены вести переговоры, чтобы он оттуда убрался. И он, соответственно, торгуется, и когда он чувствует, что вот эта торговля, она затухает, он, вместо того, чтобы снижать градус напряженности, он, наоборот, его повышает, напоминая о том, что если вот вы забыли, то, значит, мне надо, там, меня надо умиротворять, вы вот помните про это, да, то есть, меня надо умиротворять, там, вот плюшки какие-то надо отгружать. Интересная тактика. Хорошо. Это такая дворовая пацанская логика, по которой живет вообще вся российская элита.